Здравствуйте, меня зовут Алла Морозова, я являюсь членом Союза художников России и руководителем студии живописи. И мы сейчас с вами продолжим рисовать наш фонарь на снегу. В прошлый раз мы практически все с вами сделали, нам осталось завершить и сделать задний план нашего рисунка. Там видны силуэты, возможно, каких-то домов или деревьев. И еще четче прорисовать наш вот этот фонарь. И сейчас мы начнем с вами с прорисовки и усиления четкости вот этого нашего фонаря. Сейчас мы возьмем желтый цвет. У меня та же палитра, те же цвета. Возьму лимонный и немного добавлю кадми желтого. Я сейчас прорисую, промокну, зашла на черную решетку. Рисую желтым цветом и делаю яркое, сочное пятно. Как бы усиливаю цвет. И уже сюда буду добавлять кадмия красного. Взяла кадмий красный, немного добавлю желтого. Сделаю плавный переход от оранжевого и от кадмия красного. Вот такой яркий получается у нас здесь свет. Слегка поднимусь вверх. Сделаю небольшие акценты красным цветом. Сделаю красный цвет. Вот здесь. И вот в этом месте. Здесь тоже будет. Чуть-чуть добавлю воды. и прорисовываю. Заполняю полностью. Вот те наши просветики, которые мигали. Мигал белый цвет нашего листа. Сейчас снова возьму желтый, добавлю оранжевый и сделаю плавный переход от желтого и еще возьму немного оранжевого. И плавный сделаю переход в нижнюю часть. Дойду до середины. Помою кисточку и снова возьму лимонный. И уже смешаю, сделаю плавный переход. Красочка смешается с нашим оранжевым и даст нам плавные переходы от оранжевого и даже красному цвету. Также я сейчас сделаю плавный переход и вот здесь насыщу те места, где у нас были с вами коричневыми, я снова прошлась по ним оранжево-красными оттенками. Сейчас я снова возьму оранжевый и уже усилю, сделаю плавный переход от красного и опущусь до желтого. Вот такой получился у нас яркий огненный фонарь. можно здесь сделать слегка оранжевый оттенок. И снова беру лимонный и уже захожу вот в это место и сделаю его более контрастным, ярким. Поднимаюсь вверх. и снова добавляю оранжевый цвет, смешиваю их между собой и добавляю вот сюда. Сейчас я смешаю два цвета, оранжевый и желтый, чтобы между ними был плавный переход. Можно еще слегка зажечь вот этим оранжевым цветом, зажечь вот это место. Возьму немножечко красненького. Так как от фонаря падает свет на снег и тоже зажигает вот это место. Сейчас мы перейдем с вами к силуэту на дальнем плане. Снова берем с вами нейтральную черную или просто черный цвет. Добавляем воды и прорисуем. Не очень выразительно, едва видный такой серый цвет. Я сейчас пройдусь по нашему фонарю. Буду слегка делать размытые края. И заходить на наши вот эти маленькие огоньки, обходить их со всех сторон и как бы таким образом еще усиливая вот эти наши огоньки. Так как чем темнее будет место вокруг нашего фонаря, тем они ярче будут смотреться на нашей работе. Можно здесь подняться, слегка показать силуэт, может какого-то дома. Здесь полностью можете включить свою фантазию. Я бы еще усилила. Вот здесь. Промокну. Ой, очень громко получилось. И так же сделаем акцент на вот это. В этом месте. Может здесь какой-то фонарь горит. Но мы видим только силуэт вокруг нашего вот этого красного пятна. И еще одно пятно имеется. Оно имеется здесь. Можно сделать чуть выше. Может какая-то елочка. Или просто дерево. Я сейчас размою край, чтобы не было ярких, сильных пятен. Я бы немножечко усилила бы вот здесь еще. вокруг этого места. Что еще мы можем сделать? Мы еще можем пройтись и сделать еще более сильный контраст нашего фонаря. Усилить вот эти стойки нашего фонаря. К сожалению, у меня снова листик деформировался. Это присущие все бумаги. Ну, я имею ввиду, которые не очень большого качества. при намокании бумага становится при намокании бумага становится немножечко гофрированная. можно не все прорисовывать, а только вот те акценты, где у нас действительно имеются насыщенные темные пятна. черные. Я сейчас опускаюсь вниз. Прорисую вот ту дальнюю сторону фонаря. А можно зарисовать. Мы хотели прорисовать там немножко снега, но, к сожалению, в другой раз. Ну вот, приблизительно. Так. Я еще усиливаю, делаю чуть сильнее пятна. Сейчас усилию и вот здесь. это теневая сторона. Получилось, что, скорее всего, когда стоял здесь фонарь на снегу, снег подтаял, и под фонарем оказалась вот такая ямка. И там у нас образовалась пустота. И так как днище на дне не проходит свет от нашего фонаря, скорее всего, там такая же плоская вот такая железка, и она не пропускает свет. И поэтому получилась вот эта тень от фонаря. Я думаю, что, в принципе, мы сейчас с вами закончим наш рисунок. Если только вот еще, ну, небольшие детали вокруг вот этих наших огоньков, что они, ну, не должно быть вокруг них вот этих мигалочек. Ну, и на этом мы сегодня закончим наш урок. Мы полностью нарисовали наш фонарь. На этом мы заканчиваем. Всего вам доброго. До новых встреч.